всем привет с вами наталья рукодельная сегодня у меня для вас два проекта первый это яркое блестящее контрастное панно сделать его очень просто и я покажу как я вырезала из картона нужную мне форму и клеевым пистолетом нанесла волнообразные линии затем закрасила все черной акриловой краской после высыхания нанесла акриловый лак а После высыхания лака кусочком от поролоновой губки нанесла серебряную краску. Краску нужно наносить совсем чуть-чуть. Если нанесли много, то можно промокнуть там бумаги. Если что-то пошло не так и получилось покрасить больше, чем хотелось бы, можно быстренько стереть влажной тканью. Для этого я сначала и покрывала лаком. Теперь занимаюсь еще одной деталью от панно. Маленький квадрат также расчертила карандашом и нанесла линией клеевым пистолетом. Затем покрыла краской, лаком и нанесла серебряную краску. На обратную сторону приклеила деревянные шпажки и покрасила в черный. Продолжение следует... Маленький квадрат приклеила к общей композиции. Декор решила сделать из пшена. Перемешала пшено с клеем для дерева. У меня это момент ПВА. И с помощью стека и иголки выложила на панно. Маленький квадрат. Маленький квадрат. После высыхания покрыла клеем ПВА и насыпала блестки. Осталось дать как следует всему просохнуть и можно вешать на стену. Второй мой проект на сегодня это черно-белые лаконичные настенные часы для кухни. Его сделать еще проще. Нужно вырезать круг из картона подходящего размера. Дальше делю круг на 4 части, потом каждую делю пополам и провожу линии через эти метки. На клеевой пистолет приклеиваю пластиковые ложки и вилки. Вообще-то можно было приклеить 12 ложек вилок, чтобы они были вместо цифр на циферблате. Но я подумала об этом, когда часы были уже готовы. В следующий раз сделаю 12. Закрашиваю все черной краской. Декорирую циферблат акриловым шнуром на клеевой пистолет. Устанавливаю часовой механизм и одеваю стрелки. Ну вот и все готово. Можно вешать часики. Вот и все. Спасибо всем за визит. Субтитры создавал DimaTorzok